В этом году конкурс оборона массовой и военно-патриотической работы памяти маршала Жукова посвящен 75-й годовщине Великой Победы. Марафон продлится месяц, в течение которого юно-армейцы, кадеты и казачата будут соревноваться в знании истории Отечества, умении владеть оружием, проявлять себя в волонтерской деятельности. Ребята примут участие в работе по поиску неизвестных солдат. Итогом будет ответ на вопрос, что такое патриотизм в понимании современного школьника. И сегодня на открытии конкурса именно воспитанникам военно-патриотических клубов доверили развернуть Знамя Победы. Тогда, в мае 1945-го, наш народ победил не только силой оружия, но и крепостью духа. Настоящий патриот тот, кто знает, как и чем он может быть полезен Отечеству. Дорогие наши ветераны, низкий вам поклон за ваш бессмертный подвиг, за то, что ценой невероятных усилий вы смогли выстоять в той страшной войне и подарить мир и жизнь будущим поколениям. Спасибо вам за уроки мужества, которые вы проводите в наших школах и помогаете детям узнать правду о войне. А нашим молодым патриотам я хочу пожелать, чтобы вы и дальше хорошо учились, получали больше знаний, были культурными и образованными. И тогда связь между поколениями никогда не прервется. Школьники сегодня встретились с участниками Великой Отечественной и посидели в танке, потрогали оружие. Ну а воспитанники военно-патриотических клубов продемонстрировали навыки владения этим оружием. В конце концов, мы юнормейцы. И для каждого из нас важно именно патриотическое объединение всех нас вместе. Именно поэтому мы находились на этом шествии. Мы здесь учимся, чтобы в будущем быть тоже защитниками Отечества. Что такое патриотизм и война на переднем фланге, сочинским школьникам регулярно рассказывает участник Великой Отечественной Михаил Инкин. В жизни, как и на фронте, нужно быть эффективным, подчеркивает победитель. Это торжественное мероприятие, которое содрогает наши чувства фронтовиков, инвалидов войны. Я, как фронтовик, инвалид войны, занимался в свое время строительством города. У меня медаль за строительство города. Я официальный начальник штаба строительства торговой галереи и Новогинской улицы. Штаб полностью выполнил задачи. Я, когда выступаю перед молодежью, говорю, берите пример с наших традиций фронтовиков, инвалидов войны. В самом Зимнем театре состоялся театрализованный урок мужества. Тема – «Неизвестный солдат». Юные актеры рассказали сверстникам о работе поисковых отрядов города Сочи, цель которых – разыскать и увековечить имена всех героев Великой Отечественной войны. В финале каждому командиру военно-патриотического клуба вручили конверт с конкретной поисковой задачей – пройти дорогой одного из военных подразделений и установить на точке былого сражения флаг отряда. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.